Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Бессонница. Как победить болезнь. Книга «Бессонница. Как победить болезнь» является уникальным практическим пособием, которое доступно и понятно рассказывает о нарушениях сна, о средствах борьбы с данной проблемой. В книге изложено много практических советов по борьбе с бессонницей. Дыхательные упражнения, лечение травами, физические нагрузки, гимнастика, полноценное питание, правильный режим дня. Кроме этого, вы узнаете, что относится к нарушениям сна, найдете подробное описание причин бессонницы, а также познакомитесь с перечнем эффективных психотерапевтических техник. Данное пособие предназначено не только для пациентов, давно страдающих от расстройства сна, но и для людей, которым необходима профилактика данного заболевания. Глава 1. Что такое бессонница? Бессонница. Как она проявляется? Хронический недостаток сна, который вызывается бессонницей, негативно сказывается на работоспособности человека, а также способствует развитию определенных заболеваний. В некоторых случаях могут обостриться хронические болезни, которые ранее находились в стадии сна. Общими классификационными признаками бессонницы принято считать Постоянные жалобы на плохое засыпание или на удовлетворительное качество сна Нарушения сна, которые отмечаются не менее четырех раз в неделю Тяжелые недомогания, а также нарушения социального функционирования на протяжении всего дня Раздражительность Пассивное состояние Временами проявляется агрессивность даже в самой незначительной беседе Сегодня с помощью данных показателей можно самостоятельно определить и поставить диагноз «бессонница» Самое главное, что данное заболевание эффективно лечится не только с применением медикаментозных средств, но и при помощи физических упражнений О профилактике бессонницы вы узнаете немного позже А сейчас поговорим о том, какие причины возникновения заболевания существуют Причины возникновения бессонницы Причины возникновения бессонницы могут быть совершенно разные Даже опытные врачи не всегда с точностью могут определить возбудитель болезни Так как для этого нужно провести ряд тестов, в которые входит и психологическое вмешательство Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, которые мешают нам высыпаться Самый главный фактор, который преследует людей по жизни, это стрессовые ситуации В основном они связаны с выраженным эмоциональным переживанием Различные депрессивные состояния, которые сопровождаются постоянным и непрерывным чувством тревоги В большинстве случаев человек не может понять, что с ним происходит И на уме навязчивая идея, не дающая спокойно и рассудительно мыслить Недостаточная физическая и умственная активность К примеру, если вы постоянно находитесь за компьютером, причем не занимаетесь полезным и интересным делом Неправильный, несбалансированный режим питания Это может быть переедание в вечернее время, а также обильное употребление жирной пищи, особенно животное мясо Употребление в ночное или вечернее время напитков, которые содержат в своем составе кофеин Не думайте, что речь идет только о кофе В данный список входит и крепкий чай, различные энергетические коктейли и другое Также на возникновение бессонницы могут повлиять лекарственные препараты Среди побочных эффектов которых встречаются различные нарушения сна Внешние факторы, которые на протяжении длительного периода времени мешают нормальному засыпанию Это могут быть шумные соседи, душное или наоборот слишком холодное помещение, неудобное спальное место и другие Болезнь щитовидной железы также может служить причиной возникновения бессонницы Она сопровождается высоким у... Сэмпл комплит Редактор субтитров А.Семкин